друзья приветствую вас прежде чем мы перейдем к просмотру видео я хочу представить вам свой философский проект который я запустил пару месяцев назад он предназначен для тех из вас кто сейчас утратил внутренний баланс и находится в поиске новых направлений в жизни ясности какого-то огня и задора переходите по ссылке внизу и почитайте описание друзья я вас приветствую сегодня мы поговорим на тему о которой меня очень часто спрашивали и регулярно появляются вопросы тема настолько сложная потому что разобраться в ней до конца я вообще не знаю есть ли люди которые разобрались и поняли тему денег энергии тем как управлять каким законом все это подчиняется наверное есть такие люди мой про мой путь достаточно сложен в этой сфере и об этом я тоже вам расскажу почему он был сложный я убежден что я уверен что в этом выпуске вы найдете найдете ответы на многие свои вопросы и может быть станет чуть больше ясности и уж точно на моих ошибках вы сможете научиться надеюсь надеюсь хотя это конечно мечта учиться на ошибках других в основном вам приходится учиться на своих и много-много раз их повторять что я и делал благополучно много лет об этом тоже с вами поделюсь свое повествование так как она будет опираться на разные периоды моей жизни я построю в хронологическом порядке разобью на этапы осознания и что я делал с категории денег как я понимал на каждом из этапов как с ними нужно обращаться как их нужно пытаться приумножать и в каждом после каждого этапа будут определенные выводы которым я пришел начинаю я с детства потому что все произрастает оттуда для меня по крайней мере а точнее мое совершенно расслабленное отношение к деньгам произрастает естественно из семьи который я уже говорил вам не раз мы не выбираем семью в которой мы рождаемся и невольно наследуем то с чем с чем мы столкнулись детстве к чему мы привыкли невольно это с этим мы ничего поделать не можем моя история наихудшая потому что детство было наилучшим мой дед был академиком советского союза в области радиоэлектроники автоматики главным ученым в ссср по эвм по компьютеризации тогда еще не было слова компьютера до по созданию мощнейших в м в ссср и естественно дед помимо того что он был человеком исключительно уважаемым он был человеком заботливым заботился о том чтобы дать мне наилучшее образование не только мне еще был второй внук это мой двоюродный брат детство мое прошло в ощущении полнейшей защищенности полнейшего достатка но весь спрос ко мне предъявлялся с позиции чести хороших оценок этики вежливости о деньгах вообще думайте совершенно не приходилось все у меня все у меня было до того момента пока не стало все меняться в стране я 71 года рождения поэтому конец восьмидесятых период развала существующих я бы даже сказал наверное год 90 уже как раз застал меня стремительно взрослеющим мне 19 лет я учусь финансовой академии на факультете международные экономические отношения сейчас это называется государственный фон и финансовый университет множество студенческих обменов в моем институте в основном с германией по экономическим программам деньги хочется заработать свои стипендии в институте просто смехотворная несмотря на то что у меня она была повышенная на все но она смешная и все начинает институт начинает разваливаться преподаватели начинают уходить в разные совместные предприятия я еду в германию по студенческому обмену дважды в короткие поездки по две недели 90 год и вот во время одной из этих подъезд поездок мне удается поработать там на выставке демонтируя выставку я получаю свои первые за день 80 дойче марок чтобы понимали 80 марок это было где-то 55 долларов 60 долларов где-то так ребята 55 долларов в девяностом году это наверное стипендия за год не сравнится я сейчас курс не вспомню но это просто стипендия была смехотворная 55 долларов огромные деньги и я почувствовал в 19 лет я знаю сейчас многие из вас работали наверное и в школьные годы но в те времена для меня для меня это были первые деньги которые я заработал сам 19 лет дикость но я почувствовал вкус я понял что я хочу еще настоящее ощущение самостоятельности и со мной разговаривают люди русские немцы вы знаете что в германии были поселения достаточно такие активные мигрантов или точнее до возвращающихся немцев из казахстана так называемые русские немцы или немцы из ссср и вот эти люди сообщают мне что они планируют взрослые люди семей семья там муж жена по моему пару детей у них было и они сообщают мне что хотят открыть видео прокат для русско говорящего вот этого иммигрантского сообщества не помогу ли я им раздобыть множество кассет тогда еще кассеты vhs с золотым фондом советского кино потому что все скучают по фильмам я говорю так давайте я попробую дадите мне список фильмов и вот они мне дают список из нескольких сотен фильмов всякие там ирония судьбы кавказская пленница джентльмены удачи но вы понимаете основа советского кинематографа рязанские рязановские фильмы а и мы договоримся о цене они мне сразу говорят что если мне удастся на кассетах в хорошем качестве записать эти фильмы то они у меня их купят по по-моему по 25 по 30 марок что-то что-то вот в таком в таком духе уровень цен я с этим можно сказать бизнес предложением на человеческом доверии возвращаюсь обратно в свою студенческую жизнь и пытаюсь узнать где это можно сделать в девяностом году это было сделать совсем несложно я имею ввиду записать эти фильмы я отправляюсь на старый арбат там значит видеосалоны ты входишь с улицы там такая комната и стоят вот эти видаки видеомагнитофоны все подключенные друг другу кабелями люди переписывают перегоняют фильмы для видеопрокатов тогда вся москва была в видеопрокатах в кино фильмы западные естественно не шли но зато все ходило на кассетах и кассеты все время записывались записывались перезаписывались множество множество видеопрокатов по городу видеосалонов где можно было смотреть эти фильмы так вот я прихожу туда произношу эту неординарную просьбу ребята вы не могли бы мне вот по этому списку записать максимально срочно фильмы они говорят без проблем смотрят на список и мы найдем все записываю я весь этот гигантский объем помню огромные сумки с которыми значит которые меня набиты этими этими записанными кассетами дальше я решаю съездить в шереметьево спросить если какие-то преграды для того чтобы вывести такое количество видеокассет с фильмами это мне кажется мне в доме мама подсказала или папа в общем кто-то мне сказал что ты день съезде удаст удостоверься я приезжаю в шереметьево мне говорят мне просто за за сутки до вылета сдайте нам на проверку я говорю да там там сотни кассет там очень много они говорят ничего страшного мы успеем мы посмотрим ну хорошо и вот я на ком-то автобусе ввезу эти эти гигантские сумки но это ну вы представляете объем видеокассета то она такая нормальная в общем несколькими поездками я все туда к ним привез в шереметьево сдал на следующий день день у меня вылет без всяких проблем не все это отдали отдают обратно по моему потом уже эти немцы мне сказали что лишь одна кассета была перри перемотана что-то они там посмотрели видимо так для удовольствия какой-то фильм в общем я со всем этим огромным багажом не помню сейчас как я это паковал мне почему-то кажется что я на борт все это заносил не помню в общем меня встречают в мюнхене все комфортно со мной расплачиваются и я максимально комфортный провернул вот этот бизнес бизнес deal первый в своей жизни получил несколько тысяч несколько тысяч долларов на выходе чистой прибыли рентабельность там была совершенно феноменальная ну вы сами понимаете во сколько мне обошлись эти корейские кассеты и эта запись я сейчас естественно не помню но там я думаю было x5 точно может быть в пять раз может быть больше был был заработок не помню пришлось ли мне занимать что-то по-моему мне пришлось заплатить за визу тогда визу нужно было получать каждый раз и по моему мне виза оба сейчас секунду да по моему мне виза обошлась в 200 марок то есть вот это та сумма которой мне кажется у меня не было и мне пришлось ее занять и я ее потом из из прибыли уже отдал я почувствовал буквально за эти короткие три недели первое что возможности вокруг и возможности масса и действительно девяностые начало девяностых особенно начало девяносто первый девяносто второй год все ниши абсолютно все были свободны делай что хочешь фантазируй возможности тогда заработать и сделать какой-то бизнес но слушать я думаю даже через десять лет еще возможности было ну почитайте истории успехов истории успеха и вы увидите сколько было возможности в начале девяностых все просто состояло из возможностей главное с криминальными элементами разобраться но тоже для этого нужно уже что-то крупное делать чтобы узнали о твоих доходах в общем мне показалось тогда что это это очень просто но меня тянуло в калифорнию я уже об этом когда-то рассказывал что-то меня была мечта вырваться из своего привычного окружения и увидеть мир попробовать жизнь на вкус попробовать себя на прочность с этими деньгами заработанными я и улетел в калифорнию дальше история вам было рассказано какой вывод я сделаю из этого первого периода своим детским наследием первая же бизнес сделка которая мне так легко удалось я сразу получил изи мари это только так можно назвать да совсем легкие деньги не шальные но легкие пусть не какие-то супер большие но для девяностого года я тогда кстати посчитал у меня получилось что я могу по тогдашнему курсу не работать лет десять вот на те деньги что я заработал но понятно что дальше уровень цен стал очень сильно меняться очень в девяносто втором году я улетел улетел в калифорнию в калифорнии начался совершенно новый период в моей жизни когда я выживал естественно деньги мои быстро очень закончились калифорнии прям по моему месяца за 4 я потратил и я вообще жалею на самом деле что у меня было что меня было столь значительная сумма я естественно что-то за предшествующий там год-полтора в москве потратил это дало мне какую-то подушку но она была лишняя на мой взгляд хватило бы и там пары тысяч просто чтобы чтобы я побыстрее включился в такое жесткое выживание и зарабатывание в калифорнии вы смотрели наверняка выпуск нужно ли тяжело работать там я подробно рассказываю о своих трех годах в калифорнии и как много на каких простых работах я трудился я в полной мере познал что такое стоять на земле на своих ногах без какой-либо помощи семьи это и была моя цель и это я получил сполна поработал я вдоволь и разгружая почтовые машины работая вышибалой в баре два года развозя пиццу что еще я делал продавал спортивное оборудование работал консультантом спортивном клубе совершенно неожиданно для меня появилась эта сфера то что я и не думал у меня же образование экономического не ничего связано этом с фитнесом фитнес просто тренировки были моим хобби и никак не думал что из этого можно зарабатывать какие-то деньги вот благодаря габаритам я тогда весил много набрал большой вес 125 килограммов я был прям такой детина конечно жировая масса тоже присутствовала но зато вышибальстве в баре это очень помогало я просто сидел все все пожимали мне руку я проверялся чтобы людям был 21 год в общем интересные времена чему они меня научили тогда они научили меня зарабатывать зарабатывать тяжелым трудом не шальные деньги не изи мари и не деньги семьи а как зарабатываются деньги вот поджиг поджиг лондоновские тяжелым физическим трудом недосыпом абсолютно не квалифицированной работой без использования мозга для меня для меня это было сто процентов полезно потому что тогда я посчитал то что в дальнейшей жизни чтобы со мной не происходило я знаю что выжить вот просто на земле выжить я смогу как здесь в калифорнии сейчас когда я вижу низ высока сейчас ребят говорю вот я вижу людей на заправке бомжей так называемых но хотя тоже бомж бомжу рози но вот подходят люди с табличкой такого возраста даже как каким я тогда был 21 22 25 просто бродяги ребята молодые бродяги они просят со к нам ходит просит деньги ну ничего и мне мешает пойти разгружать почтовые машины по утрам как это делал я понимаете юпс там или развозить пиццу ну ладно для развоза пиццы нужна машина но для вышибал и нужны какие-то габариты но разгружать почтовые машины в юпс спокойно каждый из них может устояться еще масса примитивных работ им просто неохота им просто лень вот я я знаю что я этот этап прошел дальше двигаемся я возвращаюсь москву вы часто задавали вопрос почему потому что заскучал заскучал больше по женской теме по девчонкам московским больше всего я почувствовал что я теряю корни просто что я начинаю терять вот это чуть чувство я я понимал что я здесь не становлюсь каким-то местным человеком что я все равно но это всегда всегда ты останешься все но культуру ты впитал другую и опять это неплохо нехорошо это просто это факт жизни ты никогда не ассимилируешься полностью как бы ты ни старался и нормально то есть ты со своей самобытностью неся в себе культуру но потерять изначальную культуру мне тоже не хотелось в 23 года конечно 24 именно так ты не рассуждаешь но на уровне интуиции такие мысли у меня и были ну и плюс как я уже сказал все-таки девушки московские мне снились ночами постоянно и я с американками повстречался немного но в общем это об этом я тоже рассказывал выпуске в чем особенность американских девушек вернувшись в москву началось другого типа выживания и хорошо что я в калифорнии все-таки обрел новую для себя специальность работы в спортивных клубах я все понимал о том как они работают плюс я знал полностью язык ну я и улетал с отличным английским а вернулся я еще со знанием спортивной сферы со знанием разговорного языка повседневного языка бытового плюс со знанием языка менеджмента и сознанием всей сути работы спортивного клуба потому что все три года я все время тренировался я помогал с продажей клубных карт спорт клуб был небольшой в котором я занимался я все время я помогал с закупками спортивного оборудования я пытался тренировать каких-то людей в режиме персонального тренинга но у меня было буквально два-три клиента это были просто друзья совсем не 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 за большие деньги я это делал как как хобби просто как хобби но главное что я понимал всю эту сферу и вот в москве мне удается устроиться в открыл в открывающийся тогда спортивный клуб голджем в девяносто шестом году вернулся я в девяносто пятом то есть год я помыкался рассказывал вам в том выпуске про мои девяностые там чего только не было я там и аудитором пытался поработать в какую-то группировку чуть не попал там было сплошное веселье хорошо что я оказался в спорт клубе и вот ребят дальше начинается фундаментальный период моего внутреннего примирения с 25 до 30 лет работа с гордыней и амбициями я понимал что я абсолютно недореализованный человек что приходят люди с огромными деньгами у которых фундамента им было дано намного меньше чем мне а денег у них там в сотни в тысячи раз больше но я учился тогда понимать что суть процесса не естественно я это это и так понимал что суть ты не не в деньгах суть в том вообще чем ты живешь и радуешься ли ты от того что делаешь но эти разговоры в 26 27 лет они слабо успокаивает но здесь на помощь пришли как раз философские книги которые я стал читать плюс моё сильнейшее увлечение тем чтобы в спорт клубе все круто работало все-таки я с самого начала занимал менеджерскую позицию набирал персонал обучал персонал и каждую возможность которую мне предлагали в те годы как раз я начал тогда писать для первого западного журнала о фитнесе men's health именно западный международный мировой журнал который открылся в москве в 98 и редакция ходила как раз гол джим они мне предложили писать для этого журнала я за все возможности брался первые фитнес-конвенции я брался выступать на них с лекциями с семинарами ни за что я не просил никакие деньги потому что мое мышление полностью абстрагировалась тогда от я понимал ну какие то деньги это не те деньги которые с которыми приходят люди спорт клуб до которые заработаны на бизнесе и я понимал потому еще примеру с видеокассетами что бизнес это совершенно вообще другая конструкция а здесь ну что я получу плюс в общем знаете в очередной раз я как и в детстве я был абстрагирован от темы денег мне неинтересна была тема вот вот этого выживания я знал что выживать могу что я зарабатываю достаточно чтобы заплатить за квартиру купить пропитание что-то купить свои девушки сходить с ней там куда куда хочется там в кино куда-то еще но никаких излишков может быть две с половиной тысячи долларов в месяц три тысячи долларов тогда все в долларах считалось это конец 90-х годов в общем столько и было терпение я вырастил в себе очень много за те годы но я считаю что дальше нас настаёт совершенно иной этап потому что до момента до 30-летия я не беру сейчас этот бизнес видеокассетами а дальше до 30-летия я полностью считаете с 21 до 30 я вжился в конструкцию когда у тебя нет излишка денег все что ты зарабатываешь ты тратишь на поддержание своего образа жизни и этот сегмент я считаю я прошел достойно с хорошим опытом и самое главное с я научился делать дополнительные вещи не ожидая за это оплатой мне не нужно было платить за каждый шаг я просто делал вещи потому что мне нравилось их делать и она накопилась и в 2001 году это как раз 30-летие моё приближается вдруг как прорвало мне поступило с разрывом в несколько месяцев два невероятных предложения первое было относительно управления спортивным клубом который открывал открывался на рублевском шоссе это олимпик стар сейчас я уже я знаю что клуб все еще существует но я никакой ответственности не несу за его теперешнее состояние в 2002 году когда он открылся в 2001 он все еще строился мне предложили на стадии строительства возглавить этот этот проект смотрел на эту растущую огромную просто там 6 теннисных кортов боулинг 2 бассейна в общем там чего так и не было парковка подземная там два тренажерных зала ну то есть 15 тысяч квадратных мест метров вместе с эксплуатируемой крышей я ходил вокруг этой махины и думал я этим буду управлять невероятно там естественно зарплата была уже значительно выше и занявшись уже этим проектом мне вдруг из редакции из издательского дома independent media поступает предложение стать главным редактором журнала mensel потому что главный редактор который был с момента открытия уходит из журнала создавать новый в новый издательский дом создавать журнал открывать журнал максим и вот у меня собеседование с головой издательского дома это дирк сауэр такой легендарный человек в те годы это голландец который как раз создал издательский дом independent media и он не говорит об этом что ему нужен главный редактор я бы я не журналист говорю как вы себе это представляете он говорит я поговорил очень со многими людьми я знаю насколько ты идейный человек мне нужен идейный вдохновитель журналистов у меня полная редакция он нужен идейный лидер сказать что я был там как-то польщен это ничего не сказать я был просто потрясен и первой возможностью о которой я сказал чуть раньше и этой второй и самое главное тем что мне нужно выбирать из двух абсолютно просто сказочных историй но только в одном случае это огромная гигантская бетонная конструкция которую можно пощупать в ней будут тренажеры которые можно который я потом поехал в германию выбирать а здесь эта пачка бумаги но которая влияет на людей с тиражом уже на тот момент 120 тысяч и там помню пять человек читали каждый журнал напомню это 2001 год никакого еще никаких интернет-изданий все на бумаге все еще классические сми но я уже взялся за спортклуб и я говорю этому дырку говорю дырок мне я готов не спать ночами если вы позволите совместить я буду я помню как я еду по москве и представляю как я буду жить если я например восемь часов буду работать фитнес-клубе а потом я буду приезжать в редакцию и дальше я смогу выживать ведь если буду спать всего лишь по 6 часов к тому же до этого я практиковал там борьбу со сном ну и мне конечно отвечает дыргает денис простите мне нужен человек который будет просыпаться и засыпать журналом в голове потому что для меня безумно дорог этот журнал вообще все журналы в издательском доме а там были очень крутые международные издания playboy там был cosmopolitan газета москва times но там было и еще там 20 наверное печатных изданий и в общем мне приходится отказаться так вот я перехожу к теме к новому этапу денежному получение большего количества денег впервые в жизни чем я мог потратить опять здесь ребят надо понимать при разумном расходовании у меня не было тяги сильный к спецэффектам хотя об этом тоже я скажу то есть какие-то невероятные машины невероятные квартиры я понимал что мне пока то есть мне живется комфортно все у меня есть и вот я начинаю получать зарплату которая превосходит то что мне нужно для нормального комфортного житья это состояние ознаменует новый этап которому я надеюсь многие из вас уже пришли или или придут и это начинается ответственнейшая история потому что как вы поступите с этим излишком определит на много лет вперед ваше будущее я еще вернусь ретроспективно к этой теме потому что я не знал как с этим излишком обращаться и по чистой случайности пока ошибок еще не успел совершить я инвестировал деньги тогда в появившиеся пифы это паевые инвестиционные фонды а фактически это как бы инвестиционный пакет который формирует для тебя банк я сразу начал инвестировать в эти пифы я вложил к счастью деньги приросли на приросшие деньги решил купить себе крутую машину я свободен от спецэффектов но но мне так хотелось приобрести крутую тачку для для себя для себя потому что в 90 я насмотрелся на эти на эти суперавтомобили я думаю так но надо мне тоже значит для себя это дело приобрести но конечно одной машины оказалось мало я приобрел еще одну потому что одна была легковая это там mercedes купе самый там супер заряженный второе значит это был джип chevrolet taha это двухтысячные нулевые годы короче говоря ладно избыток то продолжает поступать естественно и что-то с ним нужно делать и дальше у меня произошел переход от управления этим огромным клубом через пару лет я перешел управлять сетью об этом тоже я вам как когда-то рассказывал там зарплата во первых там сеть росла там клубов было больше он дошло количество клубов до 10 это в разных городах страны полноценные спортклубы с бассейнами с тысячами клиентов там у меня было огромное количество бонусов за выполнение двух планов по каждому клубу по продаже доп услуг и по продаже карт и там моя зарплата уже стала достигать 35 37 тысяч долларов в месяц вы представляете какой избыток и уже уже столько денег потратить это надо уже конечно быть просто но большим транжиром я естественно этого сделать и и и не и не смог бы и не хотел хорошо что здесь друзья меня вовлекли просто в ипотечную тему если бы не они то я вообще боюсь предположить в какие авантюры я мог бы пуститься зная свое легкое отношение к деньгам именно благодаря детству и меня друзья вовлекли потому что купили квартиры мои как раз коллеги по олимпик стару повод предпредшествующему вот этому спортклубу которым я управлял а конкретно директор по эксплуатации игорь да вот он как раз мне говорит денис ты просто должен приехать в гранд-парк и посмотреть это был такой жилой комплекс он тогда только строился на ходынском поле и говорит цены растут просто стремительно ребята это 2004 год 2004 так гранд-парк только начинает строиться короче спасибо игорю я я начинаю квартиру за квартирой покупать по ипотеке зарплата у меня практически вся белая банки под белую зарплату выдают ипотеку только так вообще спокойно импекс банк тогда я помню выдал мне ипотеку на 10 квартир вообще я покупаю 10 квартир по ипотеке мой ежемесячный платеж по ипотеке ребята 2005 2000 по моему это уже 2005 составлял порядка 20 тысяч долларов то есть я из 35 37 который зарабатывал в месяц 20 платил платежами по ипотеке но я чувствовал себя правильно знаете почему потому что каждые полгода рост был рост цен на недвижимость был невероятный в нулевых годах это было золотое время поэтому мне было не жалко отдавать большую часть зарплаты платежами по ипотеке потому что я видел что мои инвестиции просто растут растут как грибы у меня при этом конечно работа кипит я управляю спортклубами по утрам я начинаю вести телевизионную программу опять все с тем же посылом помните что мне не нужно ничего дополнительного я вообще заведение телевизионной программы я бы сам доплачивал вот а мне еще и стали платить деньги на телевидении я вообще я просто эти деньги отдавал тогда маме и говорю мам давай какой-нибудь детский дом найдем потому что я просто я не чувствую себя вправе брать эти деньги паша и так у меня все планы выполняются по клубам клубы растут в общем команды у меня прекрасно удалось собрать в общем все знаете ребят как как будто все что я делал 10 лет до этого вот она сплелось какой-то абсолютно феноменальные вот эти шесть лет шесть лет длился этот но не то чтобы взлет он не прекратился после этого просто закончилась моя менеджерская история когда-то в жизни потому что я просто наелся менеджмента настало время делать что-то новое и вот тогда я начал эти ипотечные этих эти квартиры продавать то что естественно жить я в них не собирался но спрос был очень высок и не скажу что по всем десяти я получил плюс но по большей части получил плюс я сейчас плюсом считаю за вычетом процентов по ипотеке то что процент по ипотеке импекс банк тогда по моему меня было процентов 12 годовых и инфляция по моему тогда вообще как таковая отсутствовало то есть курс доллара был совершенно стабилен курс рубля к доллару что-то в районе 30 29 может быть в общем за вычетом процента деньги свои я вернул точно то есть все то что было выплачено на проценты было получено мной обратно вы поняли идею да но по большей части квартир я еще и получил дополнительные дополнительные там рост какой-то феноменальный помощь по самым первым квартирам 2 200 за метр по моему они были куплены и 6 600 они были проданы ну то есть это невероятно просить я чуть начал подрагивать потому что холодает вечереет поэтому у меня такая трясучка легкая ничего продолжаем дальше и в общем формируется некая сумма 2007 перелом 2007 2008 года вы чувствуете да там предстоит кризис в общем ребят я не буду сейчас вдаваться вам в подробности слава богу что я не прогулял все эти деньги но прогулял я огромное количество денег начал учиться здесь в актерской школе в лос-анджелесе значит начал какие-то безумные покупки совершать на покупал машин теперь уже здесь ладно там в москве там несколько машин еще здесь купил несколько машин о недвижимости стал думать здесь в общем гулял конкретно девушки поездки перелеты слонялся по миру в общем да пару лет даже года три совершенно ну правда я писал книгу вот это фитнес гид по жизни которая с тех пор как раз вышла и продается книгу написал я считаю хорошую потом еще дописывал до дела наш переиздавалась много-много 8 раз в общем пока мне хоть что-то сделал созидательные отучился полтора года в актерской школе здесь деньги хорошо что не прогулял все но прогулял где-то полмиллиона долларов 500 тысяч долларов я точно просто просто прогулял в пустую ничего не зарабатывал в те в те времена ничего считаю что выводы я сделаю чуть позже конечно нужно было тогда разместить эти деньги нормально разместить под какой-то пусть даже небольшой процент в какой-нибудь доверительное управление либо в какой в общем нужно было маниакально читать литературу искать и консервативно разместить деньги это сейчас делая вывод опять вы не перенесетесь в те времена но вы находитесь сейчас в консервативном размещении денег есть главный плюс это фактор времени которая в любом случае пройдет и когда ты оборачиваешься через 10 лет назад и понимаешь сколько было потрачено дальше было были потеряны деньги я вкладывался форекс потерял через каких-то супер брокеров которые сказали сейчас они там 100 тысяч долларов там 150 тысяч долларов там еще там 98 в общем сколько было потеряно на авантюрах сколько было прогуляно просто даже не хочется вспоминать вывод 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 главный консервативное инвестирование либо средней консервативности инвестирования вот что нужно было мне сделать и ну бесполезно вот этот разговор нужно было с тех пор постепенно я стараюсь поумнеть к счастью мне удалось не потратить все я продолжал экспериментировать с инвестированием что делаю по сей день сейчас вы знаете какой климат биткойн пришел криптовалюты вся вот эта авантюра я не испытываю сильного кайфа от этих сфер честно вам скажу я не спекулянт по своей опять спекулянт на не то я нет не трейдер назовем это так по своей опять же я прошу никого не обижаться я могу не те использовать слова а для кого-то это жизни профессия вот эта тема играть на повышениях рынка кому-то дает дикий драйв и кто-то видит в ней смысл я вижу в этом смысл когда есть идет есть какой-то прирост потом есть убыток когда у тебя на длительном отрезке прирост превосходит твой твои твои потери ты вроде бы в плюсе я не чувствую в этом драйва для меня поэтому я предпочитаю чтобы этим занимались другие люди несмотря на финансовое образование я ходил в школу юного экономиста уже седьмого класса в школе при мгу потом учился финансовой академии читал все эти книги финансовые финансовое образование не имеет ничего общего с чутьем на инвестиции вот вывод который я сделал и это либо у тебя никакого образования нет она вообще не нужно но ты чувствуешь эту тему либо ты академик доктор наук но ты не чувствуешь опять бывают наверное когда и то и другое есть в человеке и образование и чутье но у меня чутья на эту тему нет были счастливые случайности сейчас я предпочитаю отдавать избыточные какие-то средства в доверительное управление теперь насчет насчет недвижимости недвижимость штука конечно как я вам сказал в нулевых мне очень повезло когда ты попадаешь в нужное время на нужный отрезок точнее в нужном месте в нужный отрезок времени ты можешь очень здорово получить прирост например в калифорнии за время пандемии произошел просто феноменальный рывок по ценам а больше даже по спросу недвижимости не хватает и народ покупает благодаря тому что в кремниевые доления распустили людей на удаленную работу а у них там у всех там и во первых их десятки тысяч и у них человек и у них зарплаты сотни тысяч долларов и конечно здесь в каждом городке по побережью калифорнийскому я слышу одни и те же истории вот уже на протяжении года что любое предложение недвижимости тут же кто-то перекупает из кремниевой долины давай на сто тысяч долларов больше естественно не за наличные люди покупают все в ипотеку покупается то есть моргич но люди из кремниевой долины с такими крепкими кредитными историями с хорошей крепкой зарплатой в таких компаниях как google там netflix и так далее apple facebook дом стоит 1 и 2 миллиона не год 1 и 3 и все они просто перебивают всех по ценам но в целом про недвижимость опять ребят я рассуждаю как дилетант но мне кажется что это классно когда избыток велик большие проценты больше рентабельность конечно содержится и находятся сейчас по моим ощущениям финансовых рынках но здесь как я уже сказал нужно либо иметь иметь чутье либо отдавать в доверительное управление по всякому бывают да это инвестиционные вот эти отделения есть и в и при банках и везде самому играть на крипто у меня вложено на самом деле эквивалент наверное хорошие машины у меня вложены и в криптовалюту вот где-то такая сумма и там в акции теслы и мне конечно приятно видеть как там акции теслы выросли или там знаете какой-нибудь эфириум вырос но вот я уже поделился с вами что какого-то супер драйва внутреннего не ощущаю вывод глобальный какой я хочу сделать моя жизнь как с детства пошло так и находится все таки в той комнате где развлечения от жизни мне должно быть кайфово делать то что я делаю деньги для меня все время в другой комнате находятся у этого есть вы знаете для меня плюсов у этого больше но опять это моя жизнь у вас она другая и отношение к этой энергии денег этой удивительной субстанции другое я все-таки предпочитаю играть вот в этой игровой комнате и лишь иногда заходить в комнату где находятся деньги но так я говорю так так устроило меня мое детство я считаю что здорово быть в какой-то мере свободным от денег но для этого все равно все равно ты должен с ними разобраться но разбираться с ними ты начнешь лишь тогда когда у тебя появляется чуть больше чем ты тратишь для комфортного существования этот алгоритм никто никто не изменит либо ты должен ужиматься и вот с этим небольшим избыточком искусственно созданным до пытаться заниматься инвестициями такие истории тоже есть я понимаю насколько это болезненная сложная тема для большинства я лишь поделился своей историей которая специфическая как история каждого человека далек я от мыслей о том что я что-то понял и освоил на тему денег совершенно нет я все также нахожусь в детском абсолютно состоянии благо благо что мне благодаря моей страсти и энтузиазму по отношению к тем вещам которые которыми я занимаюсь а я всегда их делаю с интересом и всегда делаю с полной самоотдачей также как писал тогда для журналов или управлял спорт клубами я делаю это потому что мне это по кайфу за чтобы я сейчас не брался я делаю только вот как играл в футбол в детстве я делаю это с полнейшим энтузиазмом как будто это самое главное сейчас главный футбольный матч главная игра это кайфово потом конечно после игры здорово зайти проверить что там в этой комнате с деньгами что-то там происходит если какое-то движение но эти комнаты у меня разделены если бы они совместились и вместе с игрой здесь же бы какие-то у меня будут денежные знаки были я это был бы другой немножко мир опять ребят только 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 моя моя точка зрения здесь я очень постараюсь дальнейшем использовать опыт прошлый потому что если бы я мог вернуться я бы просто консервативнее размещал избытки все и сейчас было бы абсолютно другая итоговая сумма не в десятки раз но в 10 я думаю было бы больше лишь лишь от того что ты долгосрочно используешь другую другую стратегию скептики могут написать в комментариях денис вы никогда не знаете как бы произошло и вы не были бы застрахованы от ошибок естественно естественно но есть закономерные вещи с большей вероятностью или с меньшей вероятностью вот ту стратегию которую я бы использовал сейчас вернувшись назад с момента по крайне мере с 36 лет вот тогда с 2007 года это конечно низкое или средне рисковое инвестирование через через финансовые рынки с максимальной диверсификации по по сферам из года в год из года в год из года в год и десятилетия 15 лет дадут тебе совершенно другой эффект чем ты будешь как я делал рыпаться в какие-то авантюры терять где-то может быть зарабатывать но 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 терять в моем случае всегда больше гулять прогуливать покупать люксовые вещи но в моем случае это было к счастью все ограничилось машинами путешествиями девушками в общем каким-то образом жизни также расскажу со своей новой игровой комнате где мне где мне кайфово ну вы знаете про мой проект супер тело это относится к фитнесу без этого я просто не могу но я уже о нем вам часто сообщаю сейчас я начал философский проект потому что меня это так внутренне вдохновляет я ведь с тех пор когда я в себе гасил гордыню вот тогда до с 25 до 30 лет я начал изучать философские системы всю жизнь дальше я продолжаю практиковать и вывел некий свод принципов своих принципов того как мне жить радостнее в этом мире как смотреть на вещи радостнее что приводит к результат результату в дальнейшем какой взгляд на вещи какая внутренняя настройка моего вот этого инструмента если можно так сказать моего калейдоскопа мои призмы через которую я смотрю на мир и этими важнейшими настройками я стараюсь поделиться сейчас с вами потому что чувствую что я вправе чувствую что уже 25 лет за плечами именно философской работы это не психология это чисто фундаментальные философские настройки взятые из множества философских систем но пропущенные через сердце через себя это самое дорогое что у меня есть и мне я стараюсь этим поделиться с вами за неделю о том как построен этот курс вы узнаете перейдя по ссылке это буквально недельное аудио общение между нами переходите почитайте буквально через несколько дней будет наверное сейчас уже четвертый не знаю когда это видео выйдет до 4 поток четвертая группа это феноменальный опыт для меня неделю общаться с вами о самых важных вещах в мире во внутреннем мире спасибо за внимание пока